я первый раз в жизни выступаю на митинге и наверное время пришло перестать быть таким диванным экспертом да и сказать слово больше аудитории я работаю в социальных сетях работаю для сми я выступала и в акаевское время защищай свободу слова и бакийская и вот алмазбек шершенович сидит тоже читал много моих критических публикаций о нем тоже и сегодня я с первого дня работаю с уронбая шариповича тоже каждый день предупреждая о том что может произойти и ситуация со свободой слова нам к сожалению улучшается недавно мы слышали о том что ваше избили двух журналистов то есть переходит это уже в такое состояние когда журналистов бьют а это к сожалению сегодня это единственные борцы с коррупцией в этой стране это журналисты и гражданские активисты и президент который заявил о том что он возглавит эту борьбу с коррупцией плевать хотел на то что сегодня делают журналисты и мы это видим потому что последнее расследование по раиму миллиарду не было никакой реакции не со стороны президента до была вялая реакция со стороны премьер-министра но он у нас уже полгода говорит о том что имущество раима проверяется и общество строит догадки или его так много что проверять нужно полгода или или это никому не выгодно во власти сегодня реально проверить что есть у раима миллиарда почему я о нем говорю потому что работая с сапаром и саковым я точно могу сказать что это главная причина почему он сегодня уже год сидит тюрьме и почему уже год ему не могут предъявить никаких обоснованных обвинений и они сидят антиконституционно и поэтому я буду говорить о об этом человеке чего бы мне это не стоило и сегодняшняя платформа и к сожалению она организовывается сегодня только из дпк в поддержку других политзаключенных да я давно хочу сказать что мы должны перестать делить политзаключенных а есть там группа которая поддерживает аиду соляну есть группа которая поддерживает тикибаева есть группа которая собралась сегодня поддерживает людей ставшими жертвами уже по по ставшими жертвами политических расправ но все что мы хотим сегодня добиться это верховенство право это справедливого закона мы ничего не требуем если будет справедливое правосудие сапар асаков первым выйдет на свободу кончбек кулматов первым выйдет на свободу потому что мы же не просим их освободить мы говорим пусть будет работать закон и и дамир мусакеев я не знаю больше всего тоже трогает этот простой человек до которого просто с ним так жестоко поступили за один день посадили человека и уже полгода не могут проверить имущество раима да что еще хочу сказать из того что есть сегодня наши гражданские активисты все время говорят о бумеранге говорят вот во время тамбаева были нарушения и пусть сегодня все кто возле него рядом проходил почувствуют их на себе да и тогда каких мы изменений хотим добиться в этой жизни если мы будем просто сидеть и злорадствовать а некоторые из них говорят дайте нам шанс позлорадствовать я не знаю вообще какие человеческие качества должны быть у людей потому что за каждой за каждой как бы за каждым человеком стоит семья у каждого есть дети да у каждого человека есть мама папа все переживают если по закону пусть сидит но если закон не работает сегодня то конечно мы ломаем судьбы первым выступал мербек айтикеев да он говорил о том что молодежь должна взять в руки бразды реформировать и так далее просто хочу сказать что все о чем мы сегодня мечтаем мы просто может забыли или не хотим видеть она уже воплощалась был у нас самый молодой пример министр в снг да и и узбеки и казахи они мне все говорили мы смотрим на вас и радуемся что у вас есть такой пример министр молодой были у нас люди зарубежным образованием а с экспертизой да заведующими отделами министрами а много было девушек женщин да было же все это о чем мы мечтаем о том что это было и было растоптана теми людьми которые сегодня сидят и управляют нами то есть все возможно это недалекая мечта это было раньше зеленского и пашиняна просто к сожалению у сапара исакова не было президентского кресла в то время это единственное мое сожалению да а так конечно это то о чем мы мечтаем это мы уже имели дальше по по а сми тоже хотела сказать а может быть вы уже видели делала исследования потому как сегодня катарка освещает мероприятие и я не удивлюсь если катарка нет сегодня нет кто-нибудь видел эту замечательную компанию нет я проанализировала не план не поленила 70 сюжетов по 40 минут и каждый день не меньше пяти минут это очурнительная компания в сторону людей работавших с отомбаевым то есть вы представляете это единственная компания которая вещает на всю страну конечно потом мы удивляемся что сегодня нет доступа к информации в регионах люди его не получать потому что из 40 минут 35 это о том что соронбай шарипевич вот такой чувак да и остальное все это о том что остальные все плохие доступ к информации нарушается журналистов про а просто которые участвовали в тендерных комиссиях они сидят часами на допросах те кто делают расследовать на них подают миллионные иски сегодня страдает апрель и они и ребята работают замечательно и телеканал работает замечательно и страдает любая организация медиа которая пытается независимые материалы сделать в том плане что не то чтобы независимой дальше у нас не дошли до таких гигантов там как кактусы дай бог пусть не дойдут 24 кейджи и так далее но те которые продвигают альтернативную политику как а чекса и осад супер инфо апрель они уже подвергаются гонениям и у журналистов тоже нет никаких иллюзий что эта ситуация будет улучшаться единственное что хотелось бы еще раз повторить я слышу вот я ходила среди рядов и то что я слышу это зачем сказали про соляну зачем сказали про сапары много сказали про того то того то зачем нам делиться единственная цель у нас пусть будет справедливое правосудие правильно не надо делиться давайте объединиться журналисты гражданские активисты все сегодня кто этого хотят потому что сегодня а поступили несправедливо клан конечно чем сапаром джума кодорыч а завтра несправедливость она зайдет ваш дом поэтому а ради того чтобы это все воплотилась я тоже сегодня пришла день своего рождения используя платформу единственно где можно сегодня сказать хорошего вам дня дай бог нам справедливых правителей дай бог нам возможности молодым тоже внести вклад в развитие этой страны и дай бог пусть заработает закон в этой стране